Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают настоящий кошмар. Так что, если у вас уже есть яркое пятно, например, красная печь, разбавьте его пастельными тонами. Вот и у нас стены будут спокойного, желтовато-песочного оттенка. Покрываем их жидким красителем. Песочный цвет чрезвычайно популярен на Востоке и считается символом личности и величия. А вот дерево мы красить не станем, а просто подчеркнем его естественную текстуру и пропитаем специальным маслом с воском. Для нашей постройки мы выбрали тёплый, медовый оттенок этого масла. Ну что, Максим, пора подводить итоги. Как, вы довольны? Без ложной скромности могу сказать, что у нас получилось всё, что мы задумывали. Мы взяли за основу нашего проекта печку, поставили её в центр и дополнили несколькими интересными деталями. Глинобитной стеной, скамьёй и всё это вместе поместили в беседку со скошенным фронтоном. Прекрасно. Здесь можно приготовить шашлык, закоптить рыбу. Всё это готовится на многофункциональном гриле, который мы поставили в самое сердце нашей кухни. Так, это понятно. А плов? Глуховый плов очень любит. А плов, Сергей, можно приготовить в этом чугунном казане. Прекрасно. Слушайте, мне всё очень нравится. Замечательно. А вам? А мне больше всего нравится наша глинобитная стенка. Я видел что-то подобное в одном восточном ресторанчике, но использовал эту идею по сути. Это дача Людмилы Андреевны Глуховой, учительницы географии. Заграничным поездкам Людмила Андреевна предпочитает отдых на любимой даче. Но позвольте, где же здесь отдыхать? Ни лавочки во дворе, ни стола на веранде, ни беседки в саду. Мы исправили эту оплошность и построили для Людмилы Андреевны настоящую летнюю кухню. Да не простую, а с географическим уклоном. О Европе здесь напоминает красные металлочерепицы на крыше и замечательный гриль. О Востоке – длиннобитная на вид стена, инкрустированная тарелками, чугунная печь с казаном и расписанные вручную блюда и тарелки для плова. О русском колорите – израстцы и вместительные скамья. А необычный цвет печи в центре делает проект немного фантастическим и очень эффектным. Что ж, сделали мы немало, но понравится ли все это нашей героине? Куда мы пришли-то? Мы сюда, что ли, или нет? Идите сюда. Андрей, это не наш участвует. Боже мой. Ой, нет, товарищи, ну это... Беларина, позвольте вам сразу выключить цветы. Ой, спасибо. С Днём учителя вас поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Это вам для начала. Спасибо большое, спасибо. Очень трудно. А теперь смотрите. Так я уже просто глаз не могу отвести. Боже мой, когда это можно было такую красоту сделать? Господи. Ну вообще, неплохо получилось, правда? Да не то, что слово неплохо, а это просто слово. Нет, это не то, что неплохо. Благодарим вас, спасибо вам огромное. Нам было очень приятно работать с вами, да ещё и потому, что вы учитель. Не было бы учителя, ничего бы у нас не было. Позвольте вас поцеловать. Спасибо. До свидания. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...